Здравствуйте! В эфире город ТЭС. Как Самара встречает гостей чемпионата и какие виды спорта, кроме футбола, актуальны летом? Сегодня у нас много гостей, которые расскажут о разных видах физкультурно-спортивной активности и акциях, в которых можно поучаствовать и так в нашей студии. Сергей Четверяков, заместитель и руководитель Департамента физической культуры и спорта Самары. Иван Павлов, организатор физкультурно-спортивной акции «Лето в боксерских перчатках». И Олег Храмов, организатор акции «Забей гол, фанат». Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какое событие с момента начала чемпионата стало для вас самым ярким, насыщенным, если смотреть из Самары? Давайте я начну. Сначала расскажу, во-первых, что это за акции. Физкультурно-спортивные активности на набережной реке Волги организованы в рамках подготовки к чемпионату мира. Была такая городская программа «Самара встречает гостей». То есть сам чемпионат вас не затронул? В том числе и физкультурно-спортивные активности, которые направлены на то, чтобы организовать досуг жителям нашего города и гостям нашего города, привлечь внимание к занятиям физической культуры и спорта. И вот одна из самых сейчас популярных акций – это у нас «Забей гол, фанат», который Олег Юрьевич проводит соревнования по волейболу. А вообще «Забей гол, фанат» – это три вида соревнований по пляжному волейболу. По пляжному футболу и пляжному теннису. Проводятся они в двух местах на набережной – под Красноармейским спуском и на Первомайском спуске. Кроме «Забей гол, фанат» организована физкультурно-спортивная акция «Лето в боксерских перчатках». Вот Иван у нас представитель, главный организатор этой акции. Также у нас проходит физкультурно-спортивная акция «Спорт во всем», под полевым спуском работает. И проводятся бесплатные занятия по йоге, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу, скандинавской ходьбе, стритболу, парковому волейболу. Полное расписание на нашем сайте, на сайте департамента 63-спорт.рф. То есть ни одним футболом живет сегодня Самара. Повторяю свой вопрос, какой момент стал самым ярким для вас лично с момента начала чемпионата мира, вот если взглянуть из Самары? Ну, вы знаете, боксеры, они в принципе всегда любили играть в футбол, поэтому мы все равно, все боксеры болеют за нашу сборную так или иначе, несмотря на то, что… Поэтому игра с Испанией, наверное, нет? Ну, они нас удивили, приятно, конечно, все поболели, все порадовались за них, вот. И мы стараемся, вот в частности наш проект, мы уже существуем 6 лет, вот, и в этом году было приятно видеть то, что иностранцы некоторые нас посещали, наш проект, по крайней мере мы видим их интерес, они наверху стоят на набережной с парапетом, наблюдают за нашим проектом, удивляются, что у нас… Но сами участия не принимают. Вы знаете, у нас как раз участие могут принять все, в этом и плюс, то есть у нас нет такого, что мы людям одеваем неподготовленные перчатки и ставим их в отработку, такого нет. Мы, у нас проект уже существует довольно давно, да. Да, ставим их в отработку, звучит страшно, страшновато даже. У нас именно основная задача – дать начальную базовую подготовку, начальные азы бокса, вот, и уже чтобы человек потом, если ему понравится, мог спокойно приходить в зал и заниматься боксом. Олег Юрьевич, что для вас стало самым таким ярким моментом? Самое яркое событие – это, конечно, блеск в глазах наших футболистов и искрометная игра. Но второе, скорее всего, это отношение болельщиков, наших российских и болельщиков, прибывших на чемпионат мира, к нашим согражданам. Я не ожидал такого теплого взаимодействия, взаимопонимания и так далее. То есть в любой точке города можно встретить болельщиков, которые идут с песнями, с русскими и так далее. И в массовках очень сильно я просто такого не ожидал. Шу сам на металлурге и вижу, как там, допустим, жили датчане, жили бразильцы и так далее. То есть очень хорошая взаимосвязь, будем так говорить. Да, и особенно удивляют гости в Ушанках, которые ходят в такой шару в Ушанках. А на площадке мы начали 15-го числа акцию. И я удивился, в первый же день у нас на третьей очереди набережной уже была первая пара с Францией, играли против англичан. И действительно, что они делали в это время у нас в городе непонятно, но они играли пляжный волейбол довольно-таки на неплохом уровне. Кстати, те страны, которые представлены на Чемпионате мира по футболу, имеют довольно-таки неплохое представительство и в пляжном волейболе. Это и датчане, и шведы, и немцы, и бразильцы, и мексиканцы. Мы вас считаем, Олег Юрьевич, у нас все посчитано. Сколько у нас... Так, и что, сколько у нас... Ну, вообще, с начала акции «Забегу фанат» у нас около 5000 уже участников только в волейболе, футболе и теннисе. Из них где-то 500 человек, это именно иностранные участники. Но это все на набережной, на Волге происходит, да? Да, 16 государств уже приняли участие. Ну, кроме команд участников, которые играли непосредственно в Самаре, это там Бразилия, Мексика, это вот последние, Коста-Рика, Австралия, Дания, Уругвай. Но фавориты все-таки есть явные фавориты, вот явные, что вот кто играет лучше всех? Во что? Ну, вот вашу, заобей гол фанат, волейбол получается, да? В волейбол мне понравились, как играли датчане, понимаете, страна, в которой проповедуют пляжный волейбол, который разве там, вот. Ну, немцы до нас, к сожалению, не доехали, а... Ну, здесь трудно, конечно, оценивать. Все-таки это были в подготовке, все-таки это приехали непредсказуемо, как в футболе, да? Давайте посмотрим сюжет, вспомним, как это было, а потом продолжим разговор. На Самарском пляже разворачиваются настоящие спортивные баталии. Пока одни болельщики прохлаждаются в тени баров, другие проводят время активно. На улице плюс 30, но для настоящих фанатов футбола это не помеха. В пляжные виды спорта играют болельщики из России и Колумбии. Впечатления у иностранцев только позитивные. Русские люди замечательные и прекрасная страна. Мы очень счастливы быть здесь. И женщины тут очень красивые. Акция «Забей гол фанат» проходит в рамках программы «Самара встречает гостей» и организована Департаментом физической культуры администрации Самары. Всего с начала акции в ней приняли участие больше 150 иностранцев из разных стран. Просто аншлаг, очередь, можете посмотреть, сколько участников готовы уже записаться на следующий матч. Соревнования у нас проходят по пляжному волейболу, по пляжному футболу и по пляжному теннису. Спортивная акция «Забей гол фанат» будет проходить на Самарской набережной до окончания Чемпионата мира по футболу, то есть до 15 июля. А когда пройдут ближайшие акции, кого вы приглашаете? И действительно, если будет очень много людей, то вы будете удаленять? В департаменте такие разработаны брошюрки с приглашением и информированием гостей города об этой акции. Ну, а наших местных болельщиков агитировать не надо. Они весь пляж, вот как я уже говорил, там просто аншлаг. Олег Юрьевич вот тоже не даст соврать. Все площадки заняты и записываются уже на следующий, чтобы поиграть, уже на следующий матч только. А следующий матч когда состоится? Следующий матч наш в 16 часов сегодня. А, сегодня уже, значит уже. Какие условия для того, для участия? Проверяете ли вы физическое состояние участников или это не столь важно? Ну, это не столь важно. У нас есть на каждой точке врач. Вот, мы смотрим, адекватен ли человек или нет, может ли он играть. Первоначальные занятия проводим для первой группы. Рассказываем, что такое пляжный волейбол, допустим, как в него играть, что такое мяч, как сетка и так далее. После того, как это все произошло, начинаются первые игры, и народ уже потихонечку входит, входит, входит. И сейчас играют те, кто, допустим, приехал и 10 дней назад и в Самаре остался. Вот, участников очень много. А возрастные категории есть определенные? В возрастные категории мы стараемся, маленьких в пляжный волейбол очень сложно, но до 10 лет никого нет. А взрослые, извините, там и 70-летние играют. Для детей на этой акции «Заби гол фанат» отдельная программа, там детские активности у нас. Есть подарки от спонсоров, которые разыгрываются для детей. Поэтому дети у нас тоже принимают участие в спортивных таких мини-соревнованиях. Им тоже есть чем заняться на пляже. Очень разнообразная программа. А что, Иван, для вашей акции? У нас в нашей акции как раз могут принять участие. У кого плохое настроение, он хочет кому-то набить в лицо. Нет, именно дело в том, что в нашем проекте могут принять участие от малого до великого. У нас самый маленький участник проекта, ему всего 4 года, самый возрастной ему 73. Поэтому у нас диапазон очень большой, но мы все равно по нагрузкам делим людей на категории. То есть более подготовленные спортсмены, которые приходят просто как поддержать физическую культуру свою, утром потренироваться отдельно, им более нагрузки сильные даем. Детям больше на координацию ног, специальные упражнения на лесенке прыгают они. Возрастные люди больше занимаются техникой, то есть правильной постановки удара. То есть мы для каждой категории населения подобрали определенную программу, выработали ее уже, сгадали. Ну, Иван, у нас еще заместитель председателя Федерации бокса города Самара, поэтому занятия там проводятся опытными, квалифицированными трениями Федерации бокса. Поэтому, естественно, нагрузка для всех индивидуально, дозирно, все они прекрасно понимают, как привлечь к занятиям, как заинтересовать. То есть может быть с продолжением, пришли там дети посоревноваться, подростки, молодые люди, и вы можете заметить. Мы как Федерация бокса, наша основная задача привлечь население в бокс, молодежь в частности. То есть мы именно интересуемся у ребят, предположим, где они проживают, стараемся им подсказать, в каком районе у них находится боксерский зал, чтобы они могли спокойно туда прийти уже и сказать, что вот мы готовим. Но есть такие случаи, приходят все-таки. Вы что? Я вам больше того могу сказать. Вот за шесть лет существования нашего проекта «Лета» в боксерских перчатках около почти тысячи, можно сказать, человек мы привлекли к боксу. Пусть не все профессиональные, пусть некоторые приходят, занимаются для себя, но все-таки они приходят в клуб, занимаются в разных клубах города и занимаются боксом. А многие из них показывают результат. У нас есть примеры со второго проекта. Пришла девочка, и она сейчас член сборной России, стала третьей на первенстве страны. Моя ученица, безлаповая Лена. Поэтому все началось оттуда. Родители привели попробовать, а человек заболел боксом. Ой, это очень замечательно. Потому что вот одна из проблем, что у нас не хватает с самого детства, чтобы вести к большому спорту. Где-то выпадает спортсмен, бывает такое. Мы надеемся, что мы все-таки найдем, как нам лучше это сделать с департаментом спорта. Мы планируем в следующем году, в Федерации города, сделать проект немножко другим. Мы хотим сделать проект «Бокс в каждый двор». То есть, чтобы в каждом районе города был свой тренер, который будет тренировать, чтобы в шаговой доступности человек мог прийти, позаниматься боксом и решить для себя, интересно ему это или нет. Но я думаю, мы с департаментом все... Да, это по аналогии, как вот есть тренеры, да? Нет, вот у нас работают тренеры по месту жительства. У нас вот сейчас очень востребована акция «Забей гол фанат». Мы ее обязательно будем продолжать не только для гостей города, но и для... со следующего года на пляже обязательно будут работать эти... Вот такие вот работы инструкторов по пляжному волейболу, пляжному футболу, пляжному теннису. Но вообще, да, готовы обсуждать. Нужно в каждом районе делать такие, может быть, площадки, где можно работать будут инструкторы. Если востребован бокс, значит, бокс. Если востребован парковый волейбол, будет парковый волейбол. Все это очень интересно. И хотелось бы надеяться, что будет реализовано. Потому что одно дело разговоры и планы, а другое, когда это уже действительно... Ну, вы знаете, самое главное, самое главное – это ресурс, человеческий ресурс. Если есть люди, которые хотят это делать... Нужны энтузиасты. Потому что это в основном не золотые горы. Это в основном энтузиасты, которые любят спорт, которые любят бокс, любят волейбол, любят футбол. На них все это держится. И если такие люди появляются, то, безусловно, проект будет реализован. Понятно. Сейчас мы посмотрим сюжет, или это в боксерских перчатках. А дальше поговорим уже о других видах спорта. Посмотрим. Хочешь быть боксером – будь им. А здесь каждому готовы протянуть перчатку помощи. И, возможно, что это поможет кому-то найти свою дорогу в спорт высоких достижений. София из Правникова пришла в бокс совсем недавно. Она уже чемпионка ПФО с очень большими спортивными амбициями. Хочу выиграть Олимпиаду и потом взаимовать несколько поясов по боксу профессионально. А сейчас у меня цель пока в следующем году выиграть чемпионат России. Спортивный фестиваль «Лето в боксерских перчатках» проводится в Самаре уже в шестой раз. Открывают народный ринг воспитанники городских спортивных клубов. А далее по расписанию на Самарской набережной ждут всех желающих попробовать свои силы. Городу, который воспитал знаменитых боксеров, необходимы новые победители. У нас спортивный город, у нас боксерский город. Надо вот, я опять же говорю, сейчас министерство нам помогает. Нам только надо плодить и работать на местах. То, что сейчас вот проводится здесь, вот после этого, вы даже не представляете, сколько будет записываться в бокс. Когда какие-нибудь соревнования проводим, область, там, или еще какие-то турниры в Самаре, после каждого соревнования идут записи. Бокс не мордобой, а искусство защиты, так говорят о нем спортсмены. Злость на ринге уместна только спортивная. А так, это добрый вид спорта, причем на порядок менее травмоопасный, чем футбол или лыжные гонки. Для тех, кто смог прочувствовать технику боя, он становится призванием. В боксе, как бы, думаем, как правильно ударить, как уклониться от удара. Это своеобразная наука. Искусство, конечно, бывают же очень красивые бои. Очень красивые, я бы сказать, удары, комбинации. Я считаю, что это наука и искусство. Этим надо владеть. Акция «Лето в боксерских перчатках» дает возможность каждому подростку позаниматься с тренером, чтобы выявить способности. Ведь не секрет, что многих боксеров на ринг привел случай. А потому даже тех, кто далек от спорта, приглашают на набережную. Может быть, с этого шага начнется путь к олимпийскому золоту. Вот эта акция и подразумевает для того, что как можно больше детей привлечь, показать этот вид спорта, показать его плюсы. В частности, это соревнования проводятся. И в наших спортивных школах города Самары бокс развивается в некоторых школах. Естественно, если будет количество детей увеличиваться, мы будем рассматривать предложение, чтобы увеличить количество ставок тренеров по боксу и чтобы больше было спортивных секций. У нас сейчас молодежка одна из лучших. Вы не поверьте, так хорошо боксируют. И нам еще не хватает, чтобы у нас был, ну, как сказать, вот есть стадион, да, мы построили, это счастье для нашего города, счастье для нашей области. Но нам хотелось, чтобы у нас был настоящий зал бокса, да, где бы мы гостей принимали, где бы мы смогли проводить хорошие крупные соревнования. Нам надо пригласить к себе. И к нам поедут, в Самару поедут все. А это лето особенное. В Самару приехали гости чемпионата мира по футболу. Так что желающих побоксировать ждут со всех континентов. Каждое утро, кроме выходных, на набережной у речного вокзала. Мы продолжаем программу. Я представляю следующих гостей. Это Алексей Жирухин, организатор кросса «Соколь и горы». И Антон Сирота, уже знакомый нам, ну, впрочем, как и Алексей, организатор легкоатлетического марафона на кубок, главы города. Но такого кубка и марафона у нас, по-моему, еще не было. Или я ошибаюсь? В прошлом году. Уже был, это я пропустила. Да, первый марафон уже прошел. В этом году второй. Мы проводим. Итоги первого марафона какие? Ну, судя по тому, что вы хотите устроить второй, значит, все было хорошо прошло, да? Итоги первого. Я могу сказать, что очень много людей первый раз встало на эту дорожку, беговую, скажем так, и начали бегать. Много очень людей бегает. И в этом году увеличение количества бегающих на наших соревнованиях практически в два раза. А специфика кубка главы города в чем? Кубок главы города, то есть каждый победитель на каждой дистанции получает кубок, на который, соответственно, идет гравировочка. Это прямо кубок? Да, прямо кубок, настоящий кубок. Мы вручаем, то есть глава города будет вручать кубок. И в данном случае он является таким знакообразующим. А участники получат медали тоже по традиции или нет? Каждый участник, да, вот я примерил здесь вот медаль, у нас прошлогодняя медаль «Самара-марафон». Каждый участник в этом году также получит медаль за преодоленную дистанцию. Дети, взрослые, на всех дистанциях будут вот такие вот медали. Да, ну это уже такой стимул первый для участия. Да. Какой будет дистанция? Марафон что имеется в виду? В этом году мы... 21 километр или 42? Марафон это 42. 42,2 километра. 42,195, если быть точными. 21,1 полумарафон, 10 километров, 3 километра для тех, кто только начинает бегать, чтобы была возможность вообще почувствовать вот этот вот ритм, азарт этого мероприятия. Уже должна быть какая-то подготовка для тех, кто только хочет прийти, посмотреть участники. 3 километра в легком темпе. Выдержат все. Да, по настроению пробежать, посмотреть город, потому что будут перекрыты улицы города. А где будет сама дистанция проходить маршрут? В этом году мы вышли немножко, пошли дальше, опять же, после предыдущего забега. И мы делаем полумарафон в один круг. То есть 21,1 километр будет в один круг, проложен по центральным улицам Самары. Мы задействуем площадь Кубышева, Молдогвардейская улица, Новосадовая. В общем, пробежаться и посмотреть достопримечательности приедут очень много людей из других городов и даже стран. Заинтриговались. Если в прошлом году, я вот добавлю Антона, у нас приняло участие 2000 человек из 90 населенных пунктов России и 6 иностранных государств. Резонанс очень большой. Да, и в этом году мы решили усилить, получили полную поддержку главы города и решили усилить именно как имиджевые мероприятия города. Да, конечно, это работает на имидж Самары. Да, это туристическая привлекательность увеличивается в разы. Приезжают люди, ну вот насколько я сейчас знаю, там с каких-то островов уже зарегистрировались. Да, с Каймановых островов, я не знаю, ну как-то вот узнали про нас. Просто мы были в Штутгарте, презентовали наш марафон на экспо в Германии и очень много заявок оттуда пришло к нам. В интернете все равно есть информация, в соцсетях еще где-то на вашем... Ну я продолжу еще то, что мы пошли по пути качественного улучшения мероприятия. И сейчас мы получаем международный сертификат нашей трассы, что дополнительно привлечет сюда и известных спортсменов, и просто любителей. Потому что пробежать по сертифицированной трассе это возможность и получение разрядов, получение того, что ты действительно преодолел не какую-то там придуманную организаторами дистанцию, а именно дистанцию, которую получил международный сертификат. Красивые медали, красивые футболки, изумительная атмосфера. Да, и хорошая организация, вот уже сейчас чувствуется подход. Вот Алексей сидит и завидует, наверное, скажет, вот Соколь и Горы у меня такой маленький масштаб, кажется, да, по сравнению с Новосадовой. Про Алексея я тоже могу сказать, что Алексей... Ну Алексей, наверное, сам скажет, тоже расскажет. Нет, я просто представлю Алексея, потому что они являются главными организаторами. У нас бренд Соколь и Горы, это не только, вот который 4 августа будет легкоатлетический кросс. У нас основное мероприятие это марафон лыжный. Он тоже вошел в серию российских марафонов. Рашлотт. Самых крупнейших. Самых крупнейших. Тоже на высокий уровень подняли мероприятие. И вот Алексей один из организаторов. Но они пошли дальше. Они хотят проводить не только лыжный марафон Соколь и Горы, но и бежать легкоатлетическую дистанцию по лесу. Когда это произойдет, Алексей? Наш забег пройдет на лыжной базе «Чайка» 4 августа, вот уже через месяц. Вот так, как уже Сергей Валентинович сказал, у нас основной старт это зима. Мы 5 лет проводим, уже 5 год, лыжный марафон Соколь и Горы. В этой зимой у нас было около полутысячи участников из, сейчас даже вспомню, 39 субъектов федерации из трех стран. В прошлом году возникла идея также провести еще по той же самой трассе, по лесу на лыжной базе «Чайка». Еще и легкоатлетический забег. Вот кросс 4 августа будет по лесу. Да, да, да. Проходить, это прям с препятствиями, кросс с препятствиями. Ну да, обычно без препятствий, но по лесным тропкам. Пересеченная местность, да. С горками, с подъемами. А условия участия для вашего кросса какие, для участников? Желание зарегистрироваться. То есть физическое состояние не проверяете? Главное справку, сейчас справка нужна на всех соревнованиях. Поэтому главное желание, у нас также можно выбрать дистанцию, у нас есть 3, 5, 10 и 20 километров. Круг мы делаем в 10 километров, то есть для того, чтобы пробежать 20 километров, нужно два круга. Да, вот еще по лесу это оздоровятся люди, да? Да, и в тенечке, особенно если жарко так же будет, как сейчас, то по лесочку бежать будет приятно. Плюс мы будем делать зону освежения, где можно будет немножко облиться водой, под таким фонтанчиком пробежаться, чтобы можно было освежиться. 19 августа в Волге можно искупаться сразу. Да, но я могу сказать, добавить, вот у Алексея это подготовительный этап как раз, то есть можно пробежать 4 августа, проверить свои силы и 19 августа уже... Как хорошая тренировочка такая. Да, как раз две недели. Ну, с этой целью, в принципе, департамент и вот эти мероприятия спланировал, чтобы 4 августа подготовительный такой, перед, ну, более главным стартом, без какой-либо там обиды, да. Я ничего не знаю. Но главный легкоатлетический старт, это все-таки самарский легкоатлетический марафон. Вы предварительно, если количество участников, сколько вы можете, вот, ну, хотя бы в ваших планах? Ну, 3 тысячи, 3. Рассчитываете, да? Да, да, минимально 3, да, потому что мы в этом году, мы планировали больше, но я думаю, что надо, скажем так, вот сейчас... Эти 3 тысячи, потому что, скажем так, переварить город, потому что трасса другая. А, покатать трассу. Да, трасса другая и условия другие, и возможности, опять же, у людей, люди приедут из не только из, вот, как Сергей сказал, из России. К нам на матче Бразилия-Мексика подошли мексиканцы, увидели майку Самара-Марафон и говорит, давайте поменяемся. Я говорю, а зачем? А он говорит, у меня майка марафона мексиканского. И, а у вас что, марафон есть? Я говорю, конечно. Он говорит, а когда? 19 августа. И он прямо говорит, со своей супруги, ну что, бронируем билеты, возвращаемся в Самару, нам так понравилось. Лучше даже не улететь. Расскажи про Штутгарт. Вот Антон недавно приехал из Штутгарта на марафоне. Да, мы были в Штутгарте. Штутгарт, 650 тысяч населения. 16 тысяч бегунов. Плюс 2 тысячи детей. Два дня мероприятия, закрывается часть города. Просто национальный праздник. Вся Германия съезжается в Штутгарт. Компании производителя представляют свои новинки. Одежды, обуви, машины. В общем, такой большой экспо, на котором люди знакомятся с новинками производителей различных марок. Мы очень много миллимонада выпили, разных йогуртов съели. Это можно перенять. Да, то есть мы как раз приглашаем партнеров участвовать в данном забеге, потому что на забегах ощущения от того, что показывают людям, более весомые. Я вот уже хочу купить себе, например, определенные вещи, которые увидел в Германии. Они у нас есть в России. Мы не будем рекламировать. Мы не будем рекламировать, но я их хочу купить в России, потому что увидел в Германии. Хотя они в России продаются давно. Понимаете, поэтому 16 тысяч бегунов, но у них 25-й год проводится этот марафон. Он юбилейный. Мы к этому придем. Начинали они так же, как и мы. Даже мол, я могу сказать, что начинали они намного хуже, чем мы. Мы стартанули достаточно мощно. Я думаю, что если мы этот тренд усилим, то годиков через 5, я думаю, что будет у нас тоже порядка 10 тысяч участников. И вот такой вопрос, может, немножко отвлеченный. Как вам кажется, туристы будут прибывать к нам после чемпионата мира? Вот делалась же на эта ставка тоже? Вот ваши ощущения на данный момент? Ну, как вот Олег Юрьевич в предыдущем... Да, уже сказал конкретные примеры, что да. Конечно, иностранцам очень нравится гостеприимство, которое здесь у нас в Самаре. Ну, и сами организованные мероприятия, как вот марафон, как кросс Соколь и горы. Дополнительные вот эти вот интересные трассы, которые сейчас у нас по городу будут проходить. Они привлекут, безусловно. Да, и самое главное, хорошая организация. Я сам очень много путешествую по другим странам, по России, и очень много городов посетил именно благодаря спортивным мероприятиям, потому что, ну, как я до этого раньше считал, там было делать нечего, кроме как по спорту, например, там по России, на Камчатку, Сахалин, Мурманск. И благодаря вот таким мероприятиям люди узнают, что, в принципе, есть такой город. Например, те же самые иностранцы, когда я путешествовал, когда я говорил, что я из России, они говорили, откуда из Москвы или Санкт-Петербурга. То есть других городов для них вообще не было. И я очень рад, что после вот этого чемпионата мира вообще, в принципе, иностранцы узнали, что есть такой город, как Самара на карте. Ну, будем надеяться, что все так и будет. Спасибо вам большое за анонсы. Пусть приходят люди, потому что организация действительно отличная. Всего самого хорошего. Будьте здоровы. Занимайтесь спортом. Ну, для начала физкультуры. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!